я приветствую вас на нашем канале сегодня на диагностике subaro импреза с двухлитровым двигателем штатно здесь был установлен полтора литровый но владелец сделал свап двигателя и поставил 2 литра проблема со слов владельца следующая автомобиль не развивает полной мощности происходят какие-то подергивания провалы и иногда бывает автомобиль глохнет для диагностики будем использовать новый сканер от компании lunch это сканер x431 htt помимо всех предыдущих марок здесь еще заявлены грузовые автомобили принципе оболочка здесь практически та же самая как и на остальных ланчах там чуть-чуть может отличается выбираем автомобиль subaru идет загрузка программа 16 пиновый диагностический разъем выбор системы нас интересует блок управления двигателем блок определился читаем коды неисправностей ошибок нету и выбираем текущие данные меню здесь на английском языке но в принципе здесь ничего страшного в этом нету так выбираем параметры так но пусть будет коррекция датчик кислорода здесь кстати установлен широкополосной так атмосферное давление напряжение температура двигателя обороты время впрыска форсунки угол опережения зажигания датчик сигнал датчика детонации так датчик расхода воздуха дмрв он же самый это равномерность вращения нам пока не нужно так положение педали и положение заслонки но скорее все параметр будет по напряжению не указано здесь так и также здесь установлено две муфты фаз газа распределения то есть левая и правая так коррекция ноль процентов лямбада значение установлено единицы температура двигателя 57 градусов скорость вращения показывает 25 градусов оборота в минуту это нормально смотрятся эти значения именно на работающем двигатель то есть ничего страшного в этом нет так расход воздуха тоже вот показывает 218 грамм в секунду это практически на всех субари как так когда заведем значение будет уже нормальная и вторая страница параметров видим по напряжению положение педали газа и положение дровственной заслонки муфта изменения фаз газа распределения по нулям градусов то есть сейчас заведем двигатель и посмотрим параметры так в глаза сразу же бросается левая головка двигателя но скажем по крайней мере параметр видим минус 15 градусов муфты фаз газа распределения обычно на всех субарях это на холостом ходу ноль градусов должно быть потому что муфта начинает работать только в динамике но вот этот параметр нам подсказывает что есть какая-то проблема в распределении фаз газа распределение то есть грм например неправильно установлен либо муфта заклинила осталось каком-то положении то есть нам надо будет это выяснить на самом деле мы на этом автомобиле предварительно сняли лог файлы и полог файла мы видели что левая и правая муфты физически работают то есть заклинивание муфт мы от отбрасываем остается только сам ремень грм то есть сейчас мы с помощью осциллографа постоловского проверим то есть снимем синхронизацию датчика положения коленвала и двух распредвалов одновременно для этого мы будем использовать осциллограф постоловского как его в диагностическом сообществе называют или официально его название юсби осциллоскоп то есть это это название она будет верно то есть остальные параметры на данный момент считаю смотреть нецелесообразно так как есть у нас проблема с фазами газораспределения то есть приступим к снятию осциллограмма запускаем программу usb осциллоскоп в режимах выбираем так как мы используем три канала то есть минимум надо выбрать три но в данных настройках у нас четыре канала один канал мы можем спокойно отключить чтобы он нас не отвлекал то есть итак у нас к первому каналу осциллографа подключен датчик коленвала ко второму каналу левый датчик распредвала к третьему каналу правый датчик распредвала то есть можем нажать кнопку запись сигнала секунд десять запишем этого будет достаточно так все мы записали сигнал теперь можно заглушить двигатель ради удобства можем изменить масштаб 125 чтобы было удобно смотреть на вот он постоянно с ним какая-то проблема так мы записали осциллограмму на всякий случай для удобства мы можем сохранить отметить его пусть будет у нас это называться импреза грм например по правильному нам надо найти эталон на осциллограмму и сравнить с тем что мы сняли так на самом деле вот мы можем взять начало любой зуб начала работы коленвала один оборот коленвала и еще один оборот так как коленвал делает два оборота за 4 такта работы одного цилиндра распредвал делает один оборот что мы здесь видим например мы можем проанализировать сначала распредвал правый скажем рабочий как это делается выделяем начало импульса датчика распредвала правого и она совпадает ну грубо говоря на середину пропущенного зуба по коленвалу берем такое же положение не работая левая фаза также выделяем и она и начало импульса распредвала попадает на первый зуб датчика коленвала то есть уже можно сказать что здесь есть какая-то рассинхронизация но для более удобного анализа естественно надо сравнить с эталонной осциллограммы то есть в дальнейшем владельца мы скорее всего отправим к мотористам чтобы поставили ремень на место либо его заменили то есть неизвестно либо он проскочил либо изначально был установлен неправильно не все системы управления на автомобилях умеют правильно фиксировать неисправность по синхронизации коленвала с с распредвалом поэтому всегда надо анализировать снимать осциллограммы и делать анализ делать какие-то выводы всем спасибо подписывайтесь на наш канал до скорых встреч